Корабль Жена прокричала ему последнюю в своей жизни фразу Так учительница литературы начала свой первый урок в намчальном году Тут ее рассказ прервался «Как вы думаете?» – спросила она сидящий перед собой класс «Что это была за фраза?» Большинство учеников тут же немедленно начали высказываться «Я тебя ненавижу! Как же я смог? Как же я смогла?» И все в таком же духе Но один мальчик сидел и просто молчал «А ты как считаешь?» – спросила учительница, подойдя к нему «Я думаю, – сказал он, – что она сказала позаботься о нашем ребенке «Ты знаешь эту историю?» – удивилась учительница «Нет, просто то же самое сказала моя мама перед смертью моему отцу», – ответил ученик «Учительница отвернулась, надеясь, что никто не заметит, как по ее щеках начали катиться слезы» «Верно!» – ответила она И так судно пошло ко дну Мужчина добрался домой и в одиночку воспитывал дочь Через много лет, когда отца уже не стало, девушка стала разбирать вещи И она нашла дневник, в котором прочитала следующее У нее был страшный диагноз Когда мы поехали в это путешествие Жить оставалось очень недолго Боже, как бы я хотел утонуть вместо нее Но ради блага дочери я не смог Я мог только оставить ее посреди океана Класс молчал По детских слезах было видно, что их очень тронула эта история И они впервые в своей жизни поняли, что первое впечатление может быть обманчиво Вот почему никогда не стоит судить о людях по их поступках поверхностно Ведь мы многого можем о них не знать Поэтому ни о чем не судите заранее Но ждите возвращения Господа Он все тайное сделает явным И обнажит скрытые намерения человеческих сердец И тогда каждый получит от него похвалу Первое Коринфянам 4.5 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!